всем привет традиционный воскресный стрим 1 в новом году хочется сказать слава богу что 22 закончился но что-то мне подсказывает что мы еще может быть и пожалеем о том что он закончился помните как мы в ковид смеялись что вдруг следующий год будет еще хуже данную нафиг уже уже не может быть бывает все бывает ну я рад что все закончилось хотя у кого-то конечно только каникулы праздники начинают все прочее мне что-то тяжело тяжело эти праздники дались корпоратив были потом какие-то юбилей какие-то привет всем привет погода замечательное настроение уже не праздничная потому что что как-то уже как-то подустал фейерверки бабахают кто-то слышал что вообще их запретили вроде категорически на всей территории россии я так порадовался нашему народу что все как обычно забили с новым годом андрей и вас всех всех подписчиков всего самого-самого и терпения самое главное я согласен да маляри алкоголь изматывает я все больше одного дня выпивать не могу мне как-то организм не готов здесь получается прям несколько дней подряд зато мы никаких подведений итогов не проводили мы просто проводили этот поганый год и все как бы в очередной надежде что что-то изменится но вряд ли всем понравилось на выступление путина да он как-то выбился из стандартных поздравлений мне кажется это впервые мне кажется даже наверно а ну тогда ведь телевидение было во время второй мировой войны телевизор никто не смотрел поэтому может быть и оси виссари он и что же бы встал на фоне войск и что-то задвинул но он этот на фоне фасошников стал тем не менее теперь зато усиленно вот меня вот сейчас я почитал и не заглядывал до этого со вчерашнего дня в интернет спорят а что здесь такого что вот это же нормально это же лидер страны почему сука лидер страны должен так бояться своего народа почему если на какой-то улице он решит где-то на камеры выйти то надо эту улицу обязательно перегородить я вот этого вот совсем не понимаю вот это слово совсем вы мне чё хотите говорите что и вот кого вот тут мне мой товарищ говорит а вот этот кеннеди тоже вот кеннеди ехал в колонии под огромным количеством охраны и никогда еще никому не помогала никого не списал это бы спасал это больше имиджевая херня но до такой степени так бездарно пихать эти одни и те же рожи которые изображают у нас попов рыбаков строителей инженеров это отвратительно когда ты сука так боишься своего народа это как надо довести его что так бояться его я вот помню жил в 90-х на балканах и там был первый президент болгарии желю желев я с он был обычным учителем один срок отсидел конечно его сожрали и вот он такой знаете таком костюмчике таком какой-то неказистый весь такой я его часто встречал причем это была софия это был младость по-моему вторая или третья младость квартал такой не самый престижный в софии и вот я вот там часто встречал возле продуктовых магазинов просто ходил человек президент страны он был как бы не он ему потом не дали дачу и не закрыли его там с двадцатью охранниками как нашего любого президента которые у нас уходят и со всем штатом и со всеми имуществом которые у него был до самой смерти чтобы он пользовался этим нет просто человек обычной жизнью жил он не боялся знаете почему потому что он скорее всего не срал никому он пытался быть честным человеком он действительно был честным человеком обычный простой учитель но недолго сейчас я иногда заглядываю там такая же бледена опять сидит в президентах причем пророссийская интересно мне кажется уже говорят у русских нет уже никаких этих друзей нет остались еще по всей видимости не все еще к шатнулись эдуарда слушай способ лечения воспаления в локтевом суставе тенденит суши но я не не врач я советую всегда одно и то же или ну воспаление в любом случае надо снимать а так я советую или в обеззим покупать в аптечный но пить там тройные дозы нужно пить то есть 800 таблеток там банка такая но она не дешевая 4 рублей тысяч 6 на рано раньше стоило сейчас я может даже сейчас и подороже это немецкое по моему производство ну или гормон роста правда где вы сейчас его найдете хрен его знает меня всегда спасал когда затяжные какие-то травмы надолго привет тольятти меня спасала так вот что я хотел обсудить я но они опять же такие все негатив 5 не все упрекают в негативе сплошном мне кажется такая жизнь как тут по-другому зараза включил радио и случайно абсолютно куда бы сейчас путин не в торсе большинство поддержат будут говорить что там-то там-то ущемляется русские или сатанист да это как бы не новость вот случайно включил радио какой-то я не знаю какая-то волна даже какая-то не такая неразвлекательная и там какие-то нет я так понял музейные работники может быть и вот и двое там и они рассказывают я так заслушался даже как во вторую мировую войну в усадьбе красной поляне или ясной поляне или красной поляне в общем толстовская усадьба это музей и где-то под санкт-петербургом по моему и вот там немцы вошли туда и как они безобразно себя вели и как они демонстративно жгли мебель и как они там уродовали этот музей вот эти экспонаты и вот они столько бесчеловечно так они все это рассказывают и мы должны слушать и возмущаться и в это же самое время примерно буквально там пару месяцев назад я слушал когда наши оставляли херсон как они поступали с музеями вот допустим все музеи были вывезены из херсона и все в россию естественно то есть захватили чужой город а потом когда отступали все вывезли нахер я не думаю что им там мебель сохраняли они вот немцы не все успели вывезти ну хотя тоже да вывозили но я вам просто так вот аналогию провожу это так дико звучит вот вообще не хватает мозгов совсем у наших людей совсем и вот мне вопрос здесь был главное разочарование 22 года для меня главное разочарование 22 и 21 и 20 это люди самое большое разочарование я может я не знаю может я раньше понаивнее поглупее был может я просто не думал на может не сталкивался такой массовой глупости такой но вот это начиная с ковида я просто перестал понимать людей от слова совсем вернее я понимаю что они нихера ничего не понимают и вот чем послужило вот вчера был новый год да и я постоянно у меня не отпускает почему вот я выставлял видео на ногу свело с новым годом сынок я его я вам вот клянусь раз 20 посмотрел наверно вот меня не отпускает это ощущение постоянно что я вот нахожусь вот вот в этом состоянии там значит если кто не видел у меня в контакте есть можете посмотреть клип просто дико такой прям пробирающий просто выбивающий слезу смысл там смоленинов и чулпан хаматова играют они играют родителей таких я так понимаю лет по 40 там им там с небольшим ну такие еще как бы моложавые родители они отправили своего сына по всей видимости на не войну и по всей видимости там его и похоронили и вот показывают как они готовятся многоэтажки в обычной вот они живут как они готовятся к этому новому году и как жизнь у них остановилась и как они на автомате вот это курят что-то готовят морковку чистят салаты нарезают вот пылесосы пылесосит квартиру там елку наряжают и все это на автомате и параллельно показывают как это просто вот надо видеть чтобы понять вот эту боль но я так понимаю у нас люди не способны я думаю это понимать если бы они понимали во всяком случае они бы не оправдывали эту войну а они вот я в комментариях где-то зашел почитал я в шоке был они обсуждают что вот чулпан не умеет пылесосить а вот она пылесосит а вот она неправильно под кроватью пылесосит да нихера она не умеет вот жутко а я весь праздник вот почему-то думал вот про это я себе представить не могу имея четверых сыновей что со мной такое случится то есть я готов ко всему пускай их там я не знаю где-то побьют дерут но это ежедневие какое-то где-то неприятности какие-то где-то на грани с законом там аниму я даже предполагаю что могут кого-нибудь там посадить из них но всякое мы в такой стране удивительно живем по всякому может быть но когда его совсем нет вот его нет вот вы вырастили вы его на ручках таскали учили ходить читать жить а потом он уехал из-за какой-то бледина из-за какой-то одной мрази он уехал и у вас его отняли и вот они сидят вот это вот в новогоднюю ночь поставили там три фужера один для него фотографию вы это прямо поставили и клип заканчивается и включают телевизор и смотрят вот эту мразь которая вот вчера нам там рассказывала я даже не смотрел я без звука честно говоря потому что я не могу это смотреть но и включая вообще чтобы просто эти куранты там формальность эту там с новым годом всех поздравить там шампанское это выпить пару глотков которые там я особо не пью вернее вообще не пью и вот постоянно фоном как-то идет вот этот клип у меня в башке и все и мне так тяжело было прям отвязаться от этого никак вот вот это да это главное разочарование привет привет москве с новым годом с новым с новым с новым с новым годом поздравляют с новым годом в обезим или в бензин зайди и посмотри это же не не сложно забить в интернет спасибо виталик с новым годом ясная поляна до сергей спасибо херсон после референдума наш самочувствия замечательно расслаблено просто всегда хочется спать я думаю что потому что очень холодно на улице и и очень темно и мне в такой в таких ситуациях после мороза до ирина был в эко-парке сегодня папу даже сводил своего он в первом и там походил погулял офигелка город преобразился спасибо светочка тебя тоже с новым годом еще вот особенно неприятное когда смотрю я простин заметочки небольшие понадел что хотел что меня задевает все время и вот смотри сейчас вот про я просто раз рассказывал про про аватара да вот это же мы же сколько там 80 процентов половина сколько там пол страны там топят за эту войну причем не с украинцем мы боремся убиваем-то мы украинцев но боремся мы с американцами но при этом все совершенно нормально идут смотреть этого аватара американского смотрят американские фильмы вот никаких ассоциаций ничего абсолютно не проводят вы же не вы же не хотите с этой страной дружить общаться что-то общее иметь там что-то закупать у нее какие-то вещи закупать что-то делать но это вам не мешает вот совсем украли все сети всякие там эти макдональдс и там я не знаю kfc переобулись где-то франшизы поменяли где-то каким-то образом где-то что-то выдрачили узаконили импортозамещение узаконили вот это импорт не импортозамещение как он называется господи импортозамещение а да импортозамещение ну да то что привозят то есть сейчас налоговики и таможенники получили значит негласное по всей видимости хотя нет уже гласно я думаю но официально я думаю узаконили что можно тащить все нелегально в страну как бы смотрю идет реклама какая же она вот это под это под рождественское под не нашу песни шли эти длинномеры кока-колы сейчас то же самое эльдорадо и что же там еще какая-то хрень там была магнит что ли нет а м-видио м-видио эльдорадо все вот вообще единственное что взяли не длинномеры сделали вот эти красные машинки освещенные лампочками а газельки наши покороче те которые покороче ни хрена ничего никому не стыдно вы же суки украли вы же воруете чью-то интеллектуальную собственность чью-то рекламу украли абсолютно нормально все сейчас подтвердили что будут закупать запчасти на самолеты по серым схемам по нелегальным схемам чувствуете что магнитокурс меняется и изменился к лучшему ну он давно уже изменился к лучшему начиная еще в какой-то там по-моему во второй книге писал еще про начало про конец девяностых когда я приехал сюда после после большого перерыва когда все первые этажи вдруг оказались светящимися ну и у нас в городе на самом деле конечно город сильно расцветает в плане денег прям вкладывает комбинат в скверы в освещение в дороги у нас в этом плане на самом деле хорошо как будет дальше я не знаю но говорят что как бы комбинат завален заказами поэтому у нас будет все хорошо в отличие от всей страны я думаю ну с другой стороны как отдельно мы же не в отдельном государстве живем у нас все поднимается у нас как бы цены как везде тарифы как везде конечно нужно поддерживать свою армию своего президента свой флаг быть патриотом зачем нам чужое у нас своя страна у них другая победа за нами смерть врагам России замечательно замечательно ты умудрился в одном по посту два раза сам себе противоречить как воспринимаете стрелкова гиркина предвещают очень страшные вещи вплоть до сдачи кубани слушай они вообще вероника все очень много обещают вещают они прям все бабы вангами стали я вот только сегодня вспоминал у нас есть такой гениальный профессор соловей да он же из той же обоймы то же самое он всю эту инсайдерскую информацию выдает щеки надувает делает туманные глаза там что я тут что-то знаю чего вы не знаете вот я напомню что пару месяцев назад он говорил что к новому году президента у нас уже этого не будет что новый год у нас будет уже поздравлять другой президент профессор соловей я ничего не придумываю поэтому и стрелков если чуть-чуть отмотать просто у нас всех как у рыбок аквариумных память мы ничего не помним все политологи вспомните как они нам рассказывали когда СВО начало и сказали что тут сейчас будет все в марте каранты в май подождите вот в августе вы все поймете все и увидите все цены обрушатся все рухнет но запас прочности у нас как бы есть и сейчас уже все потихонечку начинают признавать хотя я как бы тоже велся но при этом я предполагал что я все же забыли уже что 8 лет 8 лет эта байда уже тянется а тогда когда кто-то говорил из политологов я имею ввиду в марте там 14 года когда кто-то из политологов да это на несколько лет да прийти как на дурака смотрели какие несколько лет 8 лет 8 уже вот сейчас уже будет 9 как все началось когда там в марте да по-моему поэтому да 6 да 9 будет поэтому что их слушать они в основном говорят то что вы хотите услышать и говорят у каждого своя определенная аудитория я вот постоянно часто говорю берите нейтральных каких-нибудь вот желательно там что-то типа Белговского или Пастухова они не живут ни на Украине ни даже не в России ни даже не в Прибалтике они живут отдельно в других странах и они у них есть возможность быть объективными в других странах невозможно быть объективными даже вот Серебряный Дождь его закрыли они же подбирали слова тоже Прибалтик когда были они жили в Прибалтике которая резко агрессивно настроена к России и как бы понятно что один раз журналист какой-то чуть-чуть брякнул не так и сразу перекрыли нахрен кислород и вышвырнули а стрелковым ну бывших фейсов уже не бывает поэтому вы же понимаете если человек молотит столько время языком значит ему это позволяет все равно что санкции за море на счета да вы победите были когда-нибудь в Ейске нет нет не был никогда сейчас Дмитрий вас слишком много Вероника я бы тоже пропускал слова Стрелкова свозь пальцы но то что он говорил ранее практически все сбывается и подоляк и все отлично во всех стримах у Стрелкова наоборот да нет можно косяков найти просто надо же это более внимательно изучать ничего там не сбывается послушайте Арестовича я вот его несколько раз послушал и понял что слушать вообще невозможно Соловьева я давно перестал уже слушать а Стрелкова вообще и кстати тут у меня был вопрос на эту тему есть ли лекарства от пропаганды вот Ручьев спрашивает вот пожалуйста ответ поменьше надо ну видите бесполезно можно слушать кого угодно и любых пропагандистов и украинских и российских но надо иметь свой критический взгляд на вещи а у большинства населения его нет поэтому кого они слушают тому они верят послушали Соловьева действительно молодец все правильно говорит послушали Арестовича ну вот и еще конечно все зависит от среды обитания я вот заметил что если люди из среды военных или среди любых силовиков там полиции Росгвардии там кого угодно они просто априори будут топить хотя казалось бы ну ладно твой там папа или твой там дядя зависит от этого начальства от этого государства ну ты-то какого хрена топишь тебе что зарплату за это выплачут нет вот коллективное бессознательное у них так устроено что вот мы в стае мы вот в своем стае я бы сказал в стаде и с этим ничего не поделаешь почему государство всегда сильнее человека ну потому что государство это ну потому что государство обладает всеми ресурсами чтобы тебя задавить потому что человек для него это как там Сталин говорил щипка лес рубит щипки летят поэтому кто же с тобой будет соревноваться вообще тебе просто как бош раздавят и все ну вот ребята сидят вопрос не задают у меня вопросов нет я как бы просто чтобы не пропускать вроде как надо бы конечно было какие-то подведения итогов провести я не знаю может там спортивные какие-нибудь ну 1 января не то чтобы я там мне было тяжело физически но морально я такой подуставший потому что у меня еще за день до этого был уже на день рождения поэтому мы там кучу костей приняли и последние там лет 30 у меня 31 это просто уже испытание на выносливость мне очень тяжело всегда дается и когда наступает 1 января я такой все закончилось поэтому вот так а в общем что рассказывать соревнований пока слава богу не было еще мы только-только закончили мы только-только начинаем сейчас разгоняться добрый вечер куда посоветовать сейчас поехать российским туристам но мне кажется все зависит от того есть у вас загранпаспорт или нет статистика Наталья вы же знаете у нас 69% оказывается вообще загранпаспорта не имеет поэтому куда поехать не имея если бы у меня был загранпаспорт я бы куда-нибудь сейчас наверное в Таиланд только бы никуда-нибудь потому что в Эмиратах сейчас после того как изменилось течение своими этими постройками изменили климат раньше если там на новогодние можно было ехать и там была там под 30 температура то сейчас там так знаете 21 там ну что-то такое как-нибудь там 22 то есть особо не покупаешься поэтому соответственно я бы только в Таиланд ну опять же куда можно а так ну в Турцию Египет я никогда не ездил но если кто никогда не ездил то я советую почему нет съездить а ехать куда-нибудь на Камчатку в Дагестан куда у нас сейчас почему-то все в Грузию в Армению что-то я там когда-то по спекулянтским делам еще наездился поэтому прям прям вообще не понимаю такого туризма тем более что он все равно у нас совковый мы никогда не достигнем того уровня но с другой стороны никто и не знает этого уровня если никто никогда в нормальных отелях не жил и с нормальным отношением к туристам не сталкивался только ну ему наверное тогда и в Дагестане будет я помню как где же мы были в Чечне мы были и что-то там на на Эльбрус хотели поехать но там контртеррористическая операция была но товарищ все-таки потом через сколько-то месяцев поехал он говорит это жесть это прям так все жестко стоят возле бугеля и вот эти бубуины с бородами такая что не нравится что ты тут смотришь куда что вот так разговаривают всякие там инструктора там по горнолыжному спорту но это правда лет 10 назад было но так суровый суровый у нас вид можно наверное летом допустим сплавляться где-нибудь по Волге там на каких-нибудь я все время смотрю рекламу этих теплоходиков но если бы я на Конкорде несколько раз в в круизы не ходил то наверное бы может мне бы и понравилось но мне когда-то папа с мамой рассказывали они говорят это ужас корабль отправляется все начинают бухать все там эти каюты между кают все это пространство заблеванное что-то там такое творится такое такая жесть ну блин фиг российский наш туризм поэтому куда поехать друзья на Камчатку вот ездили в прошлом году но что-то какие-то космические там цены были там только билеты там по 200 штук выходили хотя может и можно было наверное по вулканам там поползать привет Саратову гормон 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 вообще печаль в целом или вариантов куча нет печаль прям прям печаль запретили мы все прикрыли и мало того еще там кого-то уже я так понял позакрывали и народ прям весь щемится сейчас где что тяжело ну как как все я честно говоря думал что с этими СВО как-нибудь не до этого их будет но я так понял наоборот у них сейчас будет вся жизнь направлена на внутрь страны жестить будут все мощнее и мощнее казалось бы да чуши кому нужны эти качки с астероидами там или с гормоном роста который вообще там бадом всю жизнь был но нет не тут это было и налоги прям душат всех и репрессии включают по какой причине Головинский перестал записывать видео на тему СВО и вообще перестал высказываться на эту тему да нет он не перестал высказываться но то что он удалил все я честно говоря не знаю я с ним не общался уже несколько месяцев хотел поинтересоваться когда увидел что у него все удалено мне стало интересно самому казалось бы я то ну он же он же где там в этом где он в Кривом Роге по-моему в Кривом Роге да ну вроде бы как может быть они уже готовились что их там сейчас захватят потому что к тому времени там российские войска начали продвигаться но вот когда я его слушал его последний стрим не особо он там что-то прям стеснялся в выражениях он также там слава Украине там такие-такие турниры но больше конечно на мирную волну настроен про политику практически ничего не говорил почему мне кажется вывод ясен он тогда немножко скорее всего что-то там ссыканул я не думаю что кто-то прям ему посоветовать сказать да ты давай как мне вот там говорят ты давай прекращай с этой фигней этим добро не кончится там-то все как-то немножко по-другому хрен знает мне вообще непонятно почему они не в армии все почему они не воют если говорят что там 90% под ружьем всех вот этих с руками и с ногами Байкал слушай Виталий я не знаю я думаю что Байкал больше скорее какой-то миф вот у нас допустим есть озера вокруг Магнитогорска горные на территории Башкирии они ничем не лучше не хуже ну то же самое но только они находятся прямо вот здесь рядом но как бы вы же знаете вот здесь это здесь это наше здесь все не так здесь все плохо а вот если на Байкал попадешь у меня один товарищ врать не буду уже лет 5-7 наверное ездит на Байкал все никак доехать не может причем у него аргументы такие да вот я там до Красноярска доехал а потом что-то потом там с родственниками зацепился там или там да я уже выехал пару сотен километров проехал да я подумал да че я туда попросить и как бы и вот а у меня еще один ученик он ездит постоянно за машинами во Владивосток много-много лет уже вот гоняет постоянно завтра опять поедет уже полетит уже туда во Владик и он постоянно мимо этого Байкала ездит и вот что-то разговор там зашел а че этим Байкал ну че ну там камни ну там камушки вот какие-нибудь круглые привезти оттуда на память он мне взял вот такую вот коробку прям вот такую здоровенную привез полную этих камней причем я даже не помню чтобы я его просил мне конечно эти камни нафиг не нужны он мне притащил я говорю Миша зачем ну ты же хотел на Байкал вот камни я тебе привез считай что ты там был сейчас весь двор этими камнями завален везде там разложены там здесь пирамидка или там по-всякому там уже что она раскладывает ну вроде с Байкала хотя я не вижу большого я думаю что это больше такое вот где-то что-то самое глубокое самое чистое там ты проверял что она самая чистая у нас вот воду как-то здесь один мой ученик проверил которую бутылированная продает какая-то известная причем фирма в городе и оказалось что эту воду вообще пить нельзя хотя я и не пил никогда бутылированной поэтому больше придумано больше создают имидж какой-то и раскручивают а так продолжая тему куда поехать мне тяжело я везде был мне тяжело сказать когда я везде был Суздаль Суздаль каждый год начиная с 2006 года я постоянно ни одного турнира не пропускаю и мы всегда с друзьями туда ездим шикарный отдых просто нереально красивая природа нереально красивые места никакой суеты все спокойненько маленькие аккуратненькие ресторанчики особенно когда ты приехал на соревнования еще и кайфанул еще и пообщался с друзьями и погулял по этим улицам по старинным прям замечательно ну вот могу предложить как вариант и кстати очень бюджетно там можно дома буквально за копейки снимать с новым годом малиночка спасибо меньше работы больше дохода да лучше вообще не работать наверное так еще интереснее когда-то один сын сын моего друга говорил я хочу как дядя Андрей не работайте чтобы мне деньги приносили ваше впечатление о недавнем видео про Кравцова на канале Спиридонова лично мне Кравцов показался каким-то поникшим без особого желания тренироваться он устал от спорта или уже нет той мотивации он не устал от спорта я бы сказал его тогда выдавили из спорта просто он не увидел никаких перспектив больше потому что в 37 лет сказать что все я устал тем более я даже не знал до этого оказывается он не так как я допустим с 15 лет занимался железом этим и действительно мог устать он-то оказывается совсем немного к тому времени занимался просто он сам по себе очень одаренный и ему легко удавалось и он как бы в короне потому что Устинов ВПЦ сделал его лицом этой федерации и он был лидером а потом бац какой-то момент но опять же только в России потому что вот в 2007 году мы на Арнольд ездили он никуда там не попал прям совсем он по-моему по-моему пятым там что ли стал с 363 если я не ошибаюсь для тяжа для тех времен это было там как бы не очень а потом появился Вова Максимов и стал прям усиленно наступать на пятки и вот он ушел в 2007 а в 11 по-моему или в 10 Вова уже жал Максимов 415 уже жал а потом его побил Найденов 430 по-моему или 435 ну то есть разницу чувствуете там в 80 там в 70 килограмм сразу обошли но то что он поникший он я думаю сам по себе такой как бы уставший от жизни есть такие такая категория людей я не очень придерживаюсь этой теории но у меня вот жена постоянно говорит что вот у людей там несколько жизней вот ты допустим там уже там какие-то свои последние там проживаешь а кто-то проживает первую вторую только жизнь а кто-то уже там как кошка там восьмую девятую я в это не очень верю но как бы есть какой-то в этом какая-то логика может не в прямом смысле но какая-то логика есть люди которые прям действительно прям с рождения он уже усталый такой ему все надоело и он не особо к чему-то стремится хотя этот вроде был амбициозный как он говорил я найду федерацию где я буду первым сам ее придумал сам ее создал ну недолго правда подержался но ему очень нравилось вот интересно тоже допустим если про меня что-то плохо говорят ну мне это неприятно конечно а ему без разницы что про него говорят главное чтобы про него не забывали вот сейчас вот Сергей ты же ты же видел да что он записал сначала интервью с Передонов у него взял а потом он сам записал какой-то рекламный ролик небольшой у него прям глазки горели даже вот в отличие от того интервью где он такой уставший весь унылый такой говорил про свои 50 точно так же как до этого когда он уходил в 2007 он говорил про свои 37 так же устало вот мне 37 знаете как Бадюк мне 45 от чего добился ты вот это так же вот мне 37 уже вот и уже пора там определяться в другом направлении куда-то идти у меня еще ничего нет мне 37 у меня ни машин ни квартиры там ни семьи ничего нет ну вот такое что-то было и вот и сейчас он записал видос уже вот после этого интервью где он говорит ребята спасибо за такую реакцию оказывается меня еще не забыли и у него прям глаза горят и хейтеры и там и фанаты и вот ну приятно ему это приятно почему-то что радоваться если тебя всю жизнь обсирали твои жены кривые косые всегда всех это бесило а тебе это нравилось смотрите ну есть есть такая категория людей у меня был один такой знакомый для меня это всегда было ну это разные психотипы для меня вот всегда была загадка у меня был один такой товарищ он купил автомобиль прям шикарный такой кабриолет и он и как бы он ездит по городу ну рабочий город да такой еще тогда еще там по-моему начало нулевых и говорит а я говорит на остановке трамвай останавливаюсь и вот говорит и трамвай стоит да и он битком и люди там такие размазанные там к стеклу прилипшие стоят а я тут в кабриолете такую музыку включил и они такие смотрят на меня думают вот сука вот тварь блять ездит а я так сижу а мне так приятно я не мог никогда этого понять как тебе блять может приятно быть что тебя кто-то ненавидит и кто-то полоскает но есть такая категория людей которым это нравится вот я думаю что Вова из той же категории я думаю эта категория еще терешина помните когда не важно что у него на дот и дот и бицепс все говорят ну ты долбоеб не важно главное смотрите сколько мне этих сколько комментариев здесь написали похеру что 90 ну таких много много таких примеров я вот сейчас начал вспоминать я много таких на вспоминал был вот этот как он а не важно ладно что про это дерьмо вспоминать да хрена ну то есть есть такая категория людей которым не важно главное чтобы их вспоминали а то что он устал от спорта ну он просто уже не нужен был спорту кольцов наша гордость да саратова но я кстати Сергей очень удивился что вот саратове как-то про кольцова мало а про Вячеслава Максютова гораздо больше тот умудряется и зарабатывать и на рекламе и постоянно в рекламе и постоянно он мелькает везде хотя казалось бы город не такой уж прям здоровый но вот и причем я спрашивал у одного и у другого спрашивал про друг про друга и как-то они так я не понял но мне кажется что они не общаются я думаю что это две такие уже затухшие звезды которые все равно по привычке готовы вцепиться друг в другу в глотки то что Максюта Шустрый да я согласен прям до нехорошего наверное Шустрый для меня это такой какой-то феномен то что это коммерческие люди про которых я все время часто вспоминаю это понятно что допустим Кравцову не светит вот он совсем не коммерческий хотя очень бы хотел он конечно так с презрением наверное к этому относится но очень бы хотел но Максюта что-то невероятное когда-то Катя с ним там пару-тройку недель пожила в Саратове он ей помог там в подготовке все но она была в шоке от того что как у него расписан день он с утра до ночи рекламой занимается не важно чего в ресторане поел прорекламировался там туалет зашел прорекламировался по ремешку зашел все быстренько раз какой-то ролик причем я был уверен что ну просто там как бы что просто не забывали вот готов за понюшку нифига Катя говорит что только все за кэш все за деньги только это надо уметь это способность ну про политические его воззрения вы уж без меня знаете да нет динамит здесь ни при чем совсем это абсолютно разные люди да и что он набрался он там полтора раза его видел что он там можно набраться динамиту просто повезло когда-то с щепановским попал в струю всем привет Матвей мы уже собрались закругляться потому что как бы особо говорить не о чем слава богу кстати я думал сейчас начнете что-нибудь меня спрашивает про про политику а я вообще опустил прям совсем не стал ничего углубляться ни в телеге ни в ютюбе вообще нигде ничего не читал не смотрел что там происходит ну единственное вот со стороны посмотреть ну да вы же там рассказывали сейчас вот одним глазом глянул говорят через неделю вам срочно всем надо бежать сейчас начнется мобилизация буквально там 5-6 дней и все раз так начинают говорить значит ни хрена ничего в ближайшее время не будет будет когда все расслабятся когда булки расслабят и будут готовы то же самое как вот я же говорил про соловья ну все ребята давайте наверное тогда будем закругляться в общем всем с новым годом хорошо что он прошел и посмотрим чем это сейчас все что будет дальше интересно поглядим сейчас пока даже спортивных никаких нет обсуждать ни планов ничего отдыхаем пока всех с новым годом всем пока